Спустя почти год кропотливой работы, борьбы с бюрократией и вандалами, которые однажды поставили проект под угрозу, в Чите открылся Лиловый дом. Площадка для детей-инвалидов, на которой они могут научиться шить, лепить из глины и даже готовить. Но самое главное, что у особенных детей появилась возможность общаться друг с другом в комфортных условиях. Примечательно то, что большинство педагогов сами родители детей с УВЗ. Они знают об их проблемах, как никто другой. Дети растут, потребности в общении растут, а не все организации нашего города могут принять таких детей. После того, как он начал ходить на занятия, он уже ходит на занятия, может быть он как-то по-другому раскрылся, лучше себя стал чувствовать, стал более контактным? Он стал более контактным, поведение у него изменилось, он стал более спокойным, он стал более общительным. Даже дома он с нами стал общаться, по-другому себя вести. Такой центр вообще необходим для нашего города. Мы очень рады, что у нас получилось, что мы смогли открыть. Это было нелегко, но у нас получилось. Лиловый дом строили буквально всем миром. Ведь на первых порах мамочки-активисты не могли получить поддержку от государства. В них, к сожалению, не верили. Финансирования у нас нет государственного. Единственный источник для ремонта и для аренды, для всей этой истории, для коммунальных платежей – это пожертвования от граждан, простых людей. И когда мы обратились в соцсетях, обратились через средства массовой информации к людям, мы получили такую колоссальную поддержку со всей страны, даже не только из России. Люди звонили из-за рубежа, писали. Несмотря на то, что площадка была еще не готова, активисты проекта «Лиловый дом» начали работу с апреля на различных сторонних площадках. Перед открытием Забайкальский край с проектом «Лиловый дом» вошел в стратегическую программу уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. «Поздравляю вас с этим важным событием. Это первый центр, который мы открываем в рамках стратегической программы сопровождения через всю жизнь. Спасибо отделению Забайкальского края Варди за такой важный проект». Теперь у активистов есть целый год финансирования, но на этом останавливаться они не собираются. Следующий «Лиловый дом» откроется в городе Краснокаменск. Евгения Петина, Даниил Батвинский, Анатолий Сюльнев, РТК «Забайкалье».